Добрый день! Сегодня в рамках продолжения программы интервью с регрессологом мы продолжаем общаться с Вячеславом на тему регрессии. Наша предыдущая с тобой встреча вызвала большой интерес наших зрителей. Они присылают вопросы и интересуются первой темой, почему же это тебя вдохновляет заниматься регрессией, почему ты этим занимаешься и исследованиями в том числе. Первое, некое таинство. Еще лет 10 назад я даже предполагать не мог, что есть какие-то высшие я, какие-то высшие силы, с которыми можно так словесно общаться. Второе, все наши проблемы, которые у нас психологические и телесные, после того, как стал заниматься регрессологией, но они, видимо, сами по себе рассосались. Просто я уже перестал к ним относиться как к каким-то проблемам, ну, экзамен какой-то там сдаешь, не сдал. Ну и третье, это просто интересно. Это, во-первых, новая регрессология, психология у нас же пока еще как официально не признана, это только формирующаяся, вот это новая, и вот такой вот научный склад, что ли ума, который стремится к чему-то новому. Вот. Это явная помощь, я думаю, любой сможет им заниматься, любой, любой целеустремленный человек. Честно говоря, я даже в душе думаю, что это, возможно, наука будущего, которая заменит собой и медицину, возможно, и будет практически присутствовать в любых направлениях, когда можно подсказку спрашивать у своего высшего «Я». Ну, не все скажут, но что-то подскажут. Ты читал буквально следующий вопрос. А кто может заниматься регрессией? Кому это по силам? Знаете, ну, я считаю, что абсолютно любой человек. Ну, естественно, нужна некоторая усидчивость. Ну, просто прочесть несколько работ Долорес, прочесть ее методику, ну, послушать наше интервью. Самая большая у нее вначале были проблемы – это найти вот желающих, помимо членов своей семьи, кто бы согласился на себе испытать эту методику. Вот. А если вот по городам какие-то будут группы просто энтузиастов, но вы друг на друге можете ее испытывать? Получается, что ты также проводишь обучение регрессии? В центре регрессионных исследований, значит, исследовательская группа разработала методику. Ну, она базируется не только на методике Долорес, на достижениях других регрессологов. И, в принципе, мы можем у себя проводить такие вот обучающие семинары. И поэтому, если у вас интерес именно пройти в рамках обучения, в рамках группы, то присылайте свои заявки в Центр регрессионных исследований, либо Святославу Игнатьеву, который руководитель исследовательской группы, ну, либо мне, поэтому все равно попадет в этот центр, и можно будет сформировать такие группы и проводить обучение. Человек, когда занимается регрессией, как регрессовок, он волей и неволей повышает свою чувствительность. Он начинает ощущать, и его начинает ощущать на очень тонком плане. Расскажи, как это происходит, и к чему готовится будущим регрессологам. Да. Дело в том, что я на своем примере ощутил, и на примере других регрессантов, мы все думаем, что мы мыслим словами. Оказывается, совсем не так. Некоторые приходят и говорят, ну, у меня нет образного мысли, нет образов, не вижу. Этого не может быть. Почему? Потому что, прежде чем сказать дом, у нас сначала доля секунды, но появляется образ дома, а уже речевой аппарат, он на английском скажет «home», на французском «la maison», на русском он скажет «дом». Поэтому все мы мыслим образами. И, соответственно, в мире душ между собой высшее «я» общаются не словесно, не звуковыми колебаниями, а образами. Поэтому что такое телепатия? Это общение образами. И когда вступаешь в диалог с высшим «я» регрессанта, высшее «я» регрессанта, оно в ответ шлет образы, которые уже регрессант, его речевой аппарат преобразует в слова. Так вот, я начинаю эти образы схватывать. Пока он преобразует слова, я уже знаю, что он скажет. И обратный процесс идет. То есть регрессант чувствует мои мысли, мои образы, и потом выдает, что вот я хотел, чтобы ты по-другому сказал, ты так и сделал. Соответственно, если вот вступает, вот это телепатическое общение наступает, там уже невозможно скрыть. Там невозможно скрыть каких-то отрицательных мыслей, которые губят начисто любое общение. То есть там может быть только какой-то позитивный обмен информацией. И таким образом, вот при общении с высшими становишься лучше. У тебя уходят какие-то посторонние ненужные мысли, там какие-то отрицательные, допустим, не нравится его одежда, не нравится его прическа. Вот наступает целиком положительный поток информации, взаимный, взаимный обмен. Это тоже одно из средств для уничтожения болезней. Ну, слушая тебя, невольно приходит мысль на ум. Совсем недавно появились круги на полях в Краснодарском крае. Может быть, те с тонких миров или с других звезд таким образом в формате образов тоже передают послания, ретранслируют. И нам остается их только попытаться расшифровать. Я думаю, что для этого все и делается. И мне кажется, вот будущее направление науки – это умение мыслить образами. Ведь мы знаем об информационном поле Земли, мы знаем о хрониках Акаши. Но там же не словесная информация, не в виде свитков она записана. Она записана в виде голографических образов, может быть, сходных с двоичной системой компьютерной. То есть, когда мы сможем расшифровывать вот эти образы, посылаемые откуда-то, которые в виде символов отображаются на полях, я думаю, это как раз будет рывок. Это как раз будет рывок. Мне кажется, даже какое-то нам дают направление будущего развития. Научитесь мыслить образами, научитесь мыслить символами, а не словами. А вот чему лично тебя учат регрессия? То есть, каждый сеанс он приносит для тебя какую-то образовательную пользу, если вот так говорить? Ну, конечно. Дело в том, что судьба каждого человека, каждый с проблемами приходит. Это как книга открытая. Пускай они не все говорят, но не говорят основное. Это как прочел какой-то роман, ну, да, кусочек какого-то романа. То есть, это, во-первых, интересно, потому что у каждого человека жизнь по-своему интересна. Это первое. Второй момент. Вот это открытие канала общения с Высшим Я, ну, я начать чувствую его энергетически. То есть, у меня как бы сил больше становится, лучше настроение. Кстати, и у регрессанта после выхода из транса тоже. То есть, они либо невесомость чувствуют, ну, такую приятную невесомость. Вот, то есть, ну, это так вот чисто то, что на физиологию действует, а то, что на психику, ну, она быстрее развивается. То есть, начинаешь задумываться о тех вещах, о которых раньше не задумывался. Бывало ли так, что твои регрессанты приходят несколько раз на сеансы регрессии? И зачем они это делают? Ну, перед, когда вопросы одни не помещаются. Много вопросов. Да, 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 уже где-то два-два с половиной часа человек лежит, чувство уже начинает затекать, и надо выходить. И поэтому, ну, одну группу, скажем, предназначения и телесные проблемы разобрали, а осталась проблема окружения. И вот приходит уже на проблему окружения, ну, тут попадаем в мир душ, где говорится там по твоему окружению, вот какой у тебя муж будет постоянный, какой будет временный. Он не на переходный период. Какие дети ждут рождения? Причем совсем не те, которые, ну, регрессант, девушка предполагает. Вот, она пришла с запросом, значит, кто должен родиться. Вот, ну, допустим, ждала девочку, я сказала, нет, будет мальчик, а девочка будет вторая. Чтобы прийти как-то по новой, заново узнать, для того, чтобы настолько полно все рассказывают, вот, у меня еще ничего не было, не было случая, чтобы пришли перепроверить. То есть ты хочешь сказать, что образы приходят настолько объемные, что они даже после сеанса еще распаковываются? Да, я думаю, они распаковываются, и потом это как бы тебе описывают твою программу, ну, лет на пять, на десять вперед. Там все же может поменяться. То есть, по крайней мере, это надо освоить. Повторные были совсем недавно по телесным проблемам. Ну, там, то есть человек очень боится что-то увидеть в прошлом воплощении. Именно то, где у него и кроется проблема, выскакивает. Ну, приходится вот успокаивать, там, чтобы человек умственно поработал дома. Вот, есть какой-то такой, как бы умственный тренинг, мы специально разработали в Центре регрессионных исследований. То есть, не надо ничего бояться. Вот, интересно, что психология, да, то есть, почему не приветствовала регрессологию? Потому что нельзя ни в коем случае, ну, классический гипноз, проживать опыт прошлой смерти. Вот, иначе ты тут помрешь сейчас. Оказывается, все наоборот. Это Долорес еще говорила, что самое приятное, что человек испытывает при погружении в прошлой жизни, это переживание своей смерти там. То есть, были болячки, были болезни. Раз, ничего нет, и ты на себя смотришь со стороны. Со стороны отвлеченно. Вот. А самое неприятное воспоминание, это воспоминание рождения. То есть, все наоборот. У нас же, когда рождение, это такое чудо. А Долорес говорит, нет, говорит, я знаю, некоторые регрессологи используют это, там, почувствуй себе в трубе матери, там, потом, как родиться. Она говорит, я, говорит, раз попробовала, вам никому не рекомендую, потому что, значит, чувствует регрессант разрывающейся ткани своей матери. Он чувствует, как у него эти вот пластины, да, черепные, у ребенка, когда выходит, они смещаются. То есть, это ужас боли. И не зря поэтому дети иногда рождаются бездыханными. То есть, душа специально отходит, ну, в обморок себя, чтобы просто этой боли не чувствовать. То есть, вот как все, когда гнув же постигаешь, что совсем не так, как принято было. Редактор субтитров А.Семкин